Сегодня нас с вами нелёгкая по Садовому кольцу занесла на Поварскую улицу, и мы по ней идём. Вообще, это одна из самых старых улиц, Володская дорога называлась, и вместо Тверской, Великий Новгород, все ездили по ней, и цари в том числе. К началу 20 века тут начала селиться буржуазия. Вот мы с вами пришли к особняку купца Миндовского. Это тоже является знаковым символом модерна московского, это 1900-й, там, с копейками год. Строилось это всё не под конкретного заказчика, а на продажу, как бы, готовый особняк. Сначала такую бизнес-идею придумал Савву Мамонтов и привлекал лучших архитекторов, потом он разорился, и его идею подхватила рек. И вот этот Яков Рек купил тут участок земли, позвал Льва Кекушева и говорит, строй чего хочешь, никаких тебе ограничений, всю свою фантазию, а мы это потом продадим. И так вот оно и случилось. Кекушев воплотил сюда всё, что знал и умел. Тут вот голенькие пути, символы искусств. Каждый чего-то строгает, делает, там, красит. Над ними стоит богиня Аврора. Эти все лица докадансные. Символ модерна, конечно, большое вот это центральное окно. На углу дома был зимний сад с редкими цветами и птицами. Вот эти морды крутые всякие. Рыцари. С обратной стороны была конюшня вот с мордами лошадей. Всё это сохранилось. И вот после постройки они несколько лет искали покупателей. И, наконец, купил это всё купец толстосум с большущей бородой. Иван Александрович Миндовский. Пожил он тут с семьёй недолго. В 12-м году благополучно скончался, оставив всё своим детям. Ну а через 5 лет, в 17-м году, началась революция. И всё это, само собой, у них отобрали. Вот такая вот судьба у этого знаменитого дома.